Я представляюсь, поскольку с кем-то мы знакомы, с кем-то нет, я преподаватель ДНС Центра компьютерного обучения, специалист, зовут меня Елена Валерьевна. О чем у нас с вами сегодня пойдет речь? О документе командировка в третьей редакции. Сразу уточню, что именно в третьей редакции программы зарплата и управления персоналом. То есть обговорим нюансы, которые в нашей жизни есть. Но в частности, те, кто уже работает в третьей редакции, наверняка вы помните о том, что у нас в настоящий момент в программе, вот у меня некая база есть учебная, в настоящий момент в программе с частью документов работают последовательно, или я бы сказала попеременно, кадровик и расчетчик. Поэтому документ командировка у нас доступен и в разделе кадры командировки, и, соответственно, в разделе зарплата тоже есть доступ к документам командировки. Ну, что вот было внесено, кстати, разработчикам дополнительно, если вы помните, мы в начальной настройке программы включаем командировки. Ну, вот если поговорить о настройках, первое, что нас волнует, это все-таки раздел настройка расчет зарплаты. Раздел настройка расчет зарплаты. Здесь у нас с вами есть вот такая вот ссылка, настройка состава, начисления и удержания. Ну, и логика здесь очень простая. Если человек в командировке, то он отсутствует на рабочем месте. Отсутствует на рабочем месте. А, соответственно, вот есть закладочка учета отсутствия. Вот, посмотрите, что у нас здесь. Во-первых, флаг командировки, то есть он ставится как таковой отраз. Если вдруг у вас в организации практикуется командировка, то, что вот называется иногда местная командировка, то есть когда сотрудник отправляется в другую организацию там на несколько часов и это регистрируется, обязательно ставится положок, в том числе и внутрисменный. Что нам это дает? Вот, вот сейчас я просто сразу по ходу буду показывать, зачем нам эти настройки нужны. Вот у меня сейчас стоят только командировки. Значит, если я начну оформлять документ командировка, то посмотрите, я могу указать только с и по. Вот, то есть я могу указать только вот период как таковой. Если я все-таки еще в настройках добавлю вот этот вот милейший флажок, в том числе и внутрисменный, то это в первую очередь будет влиять на что? Ну, сейчас сохранится. У меня в документе командировка, видите, появляется возможность установить флаг командировка на неполный день, и тогда я ставлю дату какого числа и указываю количество часов. Ну и вот у меня есть возможность указать вот таким вот образом. То есть это в течение дня энное количество часов. Если с и по, то вот стандартно. Конечно, если у нас с вами в организации не принято регистрировать командировку на несколько часов, не принято регистрировать, то тогда, тогда флажок вот этот ставить и смысла нет. Ну, просто будет документ у нас чуточку посложнее выглядеть, но не более того. То есть, конечно, ставим только если, только если у нас с вами они есть внутрисменные. Еще вот любопытная опция – это длительные командировки оплачивать помесячно. Ну, опять же, вот что у нас с вами получается в документе командировка, наверное, обращали внимание, раньше этой функции не было. У нас есть возможность убирать, как будет оплата происходить, длительные командировки. То ли целиком за период, то ли командировка в конце каждого месяца. Ну, это мы сейчас по ходу уже будем обговаривать поподробнее. Вот классическая постановка вопроса в настоящий момент заключается в следующем. Мы, когда оформляем с вами командировку, то, соответственно, открывается, создается документ, открывается журнал. Ну, я для того, чтобы показать, здесь у меня вот, честно, просто чтобы вас не смущало, немножечко начисленная зарплата, вот, обратите внимание, по август включительно. Ну, 16-й год, 17-й только начался, и как раз, как раз мне нужно просто показывать на заполненной базе, поэтому я буду вводить задним числом. Ну, так вот, то, что касается документа командировка. Месяц у меня будет, соответственно, август, но 2016-го года сотрудник у меня отправился в некое сниженное дата. Ну, начнем с того, что, напоминаю, документ делает и приказ о направлении командировку, и, соответственно, этот же документ у нас с вами делает начисление по среднему заработку. Исходя из этих соображений, конечно, хорошо бы, чтобы дата у нас с вами стояла реальная, потому что она пойдет в приказ. То есть, к примеру, это будет у нас с вами 21 августа, 21 августа 2016-го года. Указываются сроки командировки, ну, пускай с 22 августа 2016-го года по 30 августа 2016-го года. Что у нас с вами получается в этом случае? Если мы посмотрим, вот программа, посмотрите-ка, вот на закладочке начислена подробно, она мне показывает вот результат и показывает, что отработано 7 дней. Ну, и, соответственно, на закладочке дополнительно здесь мы с вами сполняем всю информацию для приказа. Ну, я так чисто символически отмечу. Ну, к примеру, производится и цель... Да. Ну, так вот, вариант первый. Что касается формления документа. Повторяю, документ делает печатную форму приказа. А, значит, если вот я открою, вот он приказ о направлении в командировку. Вот он. Обратите внимание, что вот она дата составления приказа. И просьба, обратите внимание, вот со сроками. Сейчас покажу я, к чему я веду. Вот начисленное показало за 7 дней, правильно? А в приказе стоит 9 календарных дней. То есть начисление идет стандартно, собственно, как и раньше, исключительно за рабочие дни. То есть если я вот сейчас интересу ради покажу вам, да, вот у нас в календаре. А вот с 16-го года, я сказала, с 22-го по 30-е число. То есть начисление по умолчанию идет за вычетом выходных. Приказ. Далее в части именно печатных форм, именно печатных форм. У нас, да, вот эти документы уже являются несколько лет как необязательными, но все-таки кто-то их применяет, кто-то нет. Мы приобретаем типовую конфигурацию, поэтому программа делает командировочное удостоверение, и программа великолепнейшим образом делает служебное задание. Вот, кстати, на всякий случай, если вы делаете служебное задание, ну, здесь были мои корыстные цели, поэтому я так и написала. Ну, вот обратите внимание, я на закладочке дополнительное основание написала служебное задание. Это не очень удачный вариант, если мы распечатываем служебное задание по форме Т10А. Видите, основанием служебного задания является служебное задание. Ну, то есть как-то масло масляное, это не очень хорошо. Кроме того, внутренняя форма 1С, это у нас расчет среднего заработка, естественно, естественно. Вот он, миленький и красивенький, все как положено. Ну и плюс, это вообще на ухо 1С, это так называемый подробный расчет начислений. Ну, в общем-то, выглядит он вот таким вот образом. Что нам будет интересно в данном конкретном случае? Ну, в первую очередь, в первую очередь, если говорить о том, что я оформила документ командировка без всяких изысков, реакция программы будет весьма четкая. В каком плане? В частности, вот если я сейчас сформирую табель за август 2016 года и по сотруднику Снежино, чтобы мне уже так не мучиться, Снежино, Светлана Анатольевна, то программа мне покажет очень любопытную вещь. Вот, смотрите, вот она у меня была в командировке. Просьба обратить внимание, что в выходные дни, в выходные, вот так, наверное, будет получше видно, предполагается, что человек в командировке не работал, не работал, и вот в табеле отражается командировка. Ну, начнем с чего? Вот специфика документа. Это все-таки программа по умолчанию подразумевает, что в выходные дни у нас с вами сотрудник, находясь в командировке, не работал, а соответственно она, естественно, оплачивает. Вот на что я обращала внимание, исключительно 7 дней. Хотя по факту командировка 9 календарных дней. Значит, для того, чтобы было все корректно, мы должны с вами вспомнить, что работа в выходные и праздничные дни у нас учитывается и оплачивается дополнительно, а соответственно, если я хочу оплатить еще вот те самые два выходных дня, два выходных дня, да, вот они у меня тут попадаются, 27 и 28 августа, я должна сделать дополнительно приказ о работе в выходные и праздничные дни. Приказ о работе в выходные и праздничные дни создается. Создается он, естественно, с реальными данными, потому что приказ может быть распечатан. То есть, в частности, ну, к примеру, хотя бы то же самое, 22 августа. Указываются даты. И в моем примере это 27 и 28 августа. Причины обоснования, ну, поскольку формируется печатная форма приказа, то, естественно, если будет ей хорошо, если я сделаю все-таки как следует, но с вашего позволения сокращу. Классическая постановка вопроса производственной необходимости и добавляю строчку, говорю, что это мой сотрудник Снежина. Но при тех настройках, что есть у меня сейчас в программе, у меня, помимо всего прочего, что обязательно? Я обязана установить, что согласие, флажочек, что согласие на работу в выходной и праздничный день получено, и у меня в программе есть возможность выбирать способ компенсации, что это будет. То ли повышенная оплата, то ли отгул. Ну, я думаю, повышенная оплата. Ну, и документ, напоминаю, формирует печатную форму приказа, вот, привлечь работника тогда-то, тогда-то. Вот. Так. Да. И опять же, вот смотрите, что у меня будет отражаться в отчете табель. Теперь по, вот, моей бывшей Снежиной, теперь Серегиной, она у меня там просто фамилию меняла. Да. Вот. Обратите внимание, что я вижу, что вот у нее есть комментировка. И плюс у меня, у нее, вот он, код РВ. Это работа в выходные дни. Где мы это с вами еще все можем увидеть? Напоминаю, что это оплата по среднему заработку. А значит, если я, собственно, вот у меня есть рояль в кустах, вот, если я сейчас перезаполню документ, вот, смотрите, у меня Серегина бывшая Снежина, у нее 90 тысяч оклад, да, и, собственно, вот он весь оклад, плюс некая надбавка, которую она получает. Если я теперь перезаполню документ, то я его перезаполню. Программа мне должна сделать перерасчет по моей госпожи Серегиной. Вот, обратите внимание, изменилась сумма оплаты по оплату. Вот она, работа в праздничные дни. Но я не знаю, здесь все-таки не очень удобно, но можно либо вот поподробнее посмотреть через кнопку «Показать подробности расчета» или можем прямо вот отсюда сформировать расчетный листок. И посмотрите, с чего сложилась сейчас у меня посниженная августовская зарплата. Ну, вот она, надбавка по окладу. Вот они оплачены, два праздничных дня. И вот она, командировка. Да, вот тут у нее еще материальная помощь была. Но это уже так. Побочный вариант. То есть вот у нас с вами один вариант оформления командировки. Далее, пока еще вот про специфику оформления документов. Вот у нас, я обращала внимание, в настройках теперь есть такая любопытная функция. Сейчас я покажу, к чему веду. Да, вот длительные командировки. Оплачивать помесячно. И, соответственно, при создании документа командировка, ну, сейчас я еще кому-нибудь отправлю. Опять же, чтобы мне было удобнее показывать, это будет все тот же август 2016 года. Ну, суть от этого не меняется. Вы же это прекрасно понимаете, да. Пускай это будет тоже 22 августа. Ну, и кого-нибудь из живых-то и отправим. Может, вонуло, что ли. Нет, ну, это перебор директора. В августе только в отпуск. Только в отпуск. Ну, пусть идет Лихачев. Лихачев. Вот еще, смотрите, любопытный момент. Дата начала. Ну, пускай будет 23 августа. Дата окончания пока все тоже 30 августа. Год я сейчас исправлюсь, чтобы вас не смущало. Мне просто, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Комфортнее сначала ввести, а потом поотправить. Вот и все. Ну, год все тот же, как я уже сказала, 2016. Вот, посмотрите, программа посчитала оплату по среднему заработку. Тут сейчас нас меньше всего волнует количество дней. Хотя, вот, обращаю еще раз внимание, стандартно предполагается, что человек в выходные дни, неважно, где он находится, то ли он находится в командировке, то ли он находится на рабочем месте, в выходные дни он все-таки отдыхает. Но у нас сейчас пока нет возможности выбора. А здесь вот есть отдельная опция, которая называется оплата длительной командировки. Когда вот эти команды активны, когда у нас с вами документ переходящий. То есть пока у меня обе даты, дата начала и дата окончания, вот, смотрите, они в пределах одного месяца, программа просто делает расчет и не дает мне возможности выбора. Ну, то есть как выплату я могу выбрать, как там, ну, стандартно, обычно, с зарплатой. А как быть, если у меня человек отправляется в командировку на более длительный срок? Вот как только, как только документ становится переходящим, переходящим, у нас становится активно вот эта часть оплата длительной командировки. Соответственно, уже у меня появляется возможность выбора, то ли часть оплат пойдет в одном месяце, часть в другом, то ли вся сумма будет оплачена целиком. Ну, не знаю, я все-таки хотя бы хоть десятое, что ли, число поставлю, чтобы было как-то поинтереснее показывать. Вот, смотрим. Видите, период, хотя я поставила, вот, с 23 августа по 10 сентября. Если я говорю оплатить целиком, давайте начнем с этого. Видите, какая сумма, 31 тысяча. Вот. И программа, документ переходящий, что-то показывает. То есть 7 дней так, 7 дней так. Если все-таки, я говорю, что оплачивается в конце каждого месяца, ну, чисто визуально, ну, у меня, правда, по дням совпало как-то, но я не желала того, я говорю про рабочую. Вот, смотрите, она урезала сумму в два раза фактически. Показывает мне, что вот начислено подробно, да. Ну, остальное все заполняется точно так же. Я не буду на это тратить время. И что я хочу как раз показать. Вот в данном конкретном случае, если я говорю, что у меня будет разбито и оплачиваться в течение двух месяцев, вот что получается. Приказ идет на общее количество дней. Это само собой разумеется, да. Далее, ну, командировочное удостоверение и так далее. Мне сейчас интереснее вам показать либо подробный расчет начисления, либо расчет среднего зарплат. Вот у меня командировка, вот они. Видите, вот только половинка суммы. Только половинка. И выплата пойдет, ну, пусть пойдет в сентябре. Соответственно, что... Немножечко я перестаралась. У меня получилось, я выбрала, извините. Малахова у меня... Сейчас попробую. Поменяю просто сотрудника. То, кстати, вот плюс огромнейший в последних обновлениях добавили. Она теперь контролирует пересечения. Пересечения, да. Что-то они у меня все в отпуске. Значит, придется мне кого-то из отпуска отправить. Да. Обратно. Никаких отпусков не будет. Да. Значит, что у меня получается? Вот, смотрите, Иванов вышел в отпуск. Проверяем табель по Иванову. Табель по Иванову. По Иванову. Подчеркиваю, помните, документ переходящий. То есть, вот одна командировочка раз. И если мы посмотрим на сентябрь 2016 года, все того же Иванова. Вот хвостик командировки присутствует. Теперь проверяем, что у нас пойдет по начислениям. По начислениям. По начислениям. То есть, в частности, в августе месяце. Давайте я покажу расчетный листочек. Вот у Иванова есть командировка. Причем, обратите внимание, программа четко показывает, что это было с 23 по 31. Заметили? Вот такая милая, симпатичная вещь. Соответственно, вторая часть будет оплачена когда? Она будет оплачена уже в сентябре. В сентябре. Вот видите, она уже требует перерасчет. Ну, вот, в частности, у меня там еще и с Лекачевым все очень симпатично получилось. То есть, здесь вот достаточно такая достойная постановка вопроса. Вот он мой Иванов. Вот, видите, командировочка по нему пошла. То есть, обратили внимание, что я никаких дополнительных уже движений не делала. Программа мне автоматически разнесла оплату в два документа. Единственное, вот на что хочу обратить внимание. Значит, вот когда мы делаем с вами документ командировка, указываем, что оплачивается в конце каждого месяца, чисто визуально постановка вопрос какая. Вот в августовском начислении зарплаты, вот я еще разочек открою, и даже давайте, наверное, вот на всякий случай, да, запущу сортировку, просто чтобы вы убедились, что здесь других записей по Иванову нет. Вот они у меня сейчас все в алфавитном порядке. Обратите внимание, здесь ни полуслова нет, про командировку. То есть, документ командировка, это у нас оплата по среднему заработку. В начислении зарплаты, вот стандартно, он у нас с вами не отражается. Ну, собственно, так и должно быть. Мы это можем с вами увидеть в отчетах. Вот то, что я показывала. Формирую расчетный листок. У нас же, помните, по умолчанию в начислении зарплаты только плановое начисление, то есть, да, то, что у нас какой-то период времени. В отчетности это уже будет, конечно, четко видно. Точно так же, как в начислении зарплат у нас больничные не отражаются. Это нормальная постановка вопроса. То есть, командировка оформляется отдельным документом. Ну, в Одинесске все правила имеют исключение. Вот, кстати, вот здесь вот в августе же у меня Серегина ходила в командировку. Видите, вот здесь ничегошеньки, конечно же, нет. То есть, ну, в выплату, понятно, все это попадет. А в расчетном листке присутствует. А теперь вот для сравнения, для сравнения. Сентябрьский документ по начислению. Но, повторяю, у меня в документе командировка сказано, что в конце каждого месяца. Ну, вот для нашего с вами удобства сделано, видите, программа отдельно прям вот показывает строчку, что есть начисление по командировке. И вот ссылочка, ссылочка, начисление идет вот-вот-вот здесь просто всплывающая такая вот подсказочка. Ну, к сожалению, да, достаточно громоздко это у нас с вами получается вот в части форм в Одинесске. Но ссылочка идет вот на мой документ по командировке от 22 августа. Вот на него. Видите? Вот. И в этом случае, в этом случае мы с вами видим прямо отдельно позицию. Вот он расчет за оставшиеся 7 дней со всеми вытекающими последствиями. По-моему, очень неплохое решение. То есть здесь у нас с вами, вот она, вторая часть. То есть чаще всего мы делаем выплату все-таки командировочных зарплат. Подчеркиваю, не путать с уточными, да, это у нас с вами разные вещи. А оплата командировки – это оплата по среднему заработку. Выплата идет, как правило, вместе с зарплатой. Вместе с зарплатой. Но вот при такой постановке вопроса, единственное, что вот у меня есть выбор, как бы, какого рода, вот в первой части я могу сказать, как у меня пойдет выплата, да. А вторую часть же программы уже начисляет автоматически в документе по начислению зарплаты. Поэтому здесь, ну, без вариантов у меня выплата пойдет именно в документе начисления зарплаты. И значит, выплачивать я буду вместе с зарплатой. То есть очень любопытная функция. Я не знаю, может быть, кто-то из вас ее уже использовал, кто-то нет. На самом деле, однозначно имеет смысл взять на заметку. Главное помнить о том, что функция включается у нас с вами вот здесь, вот, простите, промахнулась. Вот здесь в настройках состава начисления и удержаний длительной командировки. Вот оно, да, вот эта галка милая, такая симпатичная. Можно, естественно, от этого, кстати, отказаться. Вот, то есть вот эта функция, это раз. И во-вторых, во-вторых, так, что для нас еще важно, что программа тогда, по сути, в начисление зарплаты вторую часть командировки, вторую часть командировки, она нам с вами покажет в документе по начислению. То есть вот это все автоматизировано от и до. Так, значит, еще сейчас секундочку, а то я увлеклась, я показать показала, настройку сбросила, она мне понадобится дальше. Что еще касаемо командировки? В частности, в частности, у нас с вами у всех бывает раллихозно, возникает необходимость продления командировки. Бывает, когда человек отзывает, ну, суд за он там, вообще все понятно, все просто. Вот, а когда речь идет о продлении командировки, вот при всей продвинутости программы зарплаты управления персоналом, третьей редакции, никакого отдельного документа в случае продления командировки у нас не предусмотрено. А значит, какие у нас с вами будут варианты? Ну, старый добрый ворд, это без комментариев, то есть оформить приказ о продлении, это раз. Второй вариант, это мы можем с вами, ну, вот, например, у меня из Серегина, у нее дата окончания командировки 30-е, мне никто не мешает сделать новый приказчик, да, сказать, что она пойдет в августе 2016 года, в моем случае, да, и указать, там, к примеру, там еще на 4 дня она задерживается. То есть могу сделать отдельный документ. Но мне бы хотелось сказать, что есть еще один вариант, который тоже имеет право на существование. И зачастую он у нас с вами самый такой корректный именно с точки зрения работы. То есть если у меня снижено, как я там, Серегин, извините, по каким-то причинам задерживаться в командировке, помимо того, что я бы говорила, то есть просто сделать приказ в ворде, и как там ее до начисления сделать, можем сделать второй отдельный документ, а можем подкорректировать существующий. Главное, чтобы это было сделано грамотно. А исправление документов, особенно вот в моем случае, например, смотрите, что получается. Если вот взять того же Иванова, да, я вот уже великолепнейшим образом успела начислить зарплату за сентябрь 2016 года. Иванов, пусть будет Иванов, по каким-то причинам задерживается в командировке. Как я могу поступить в этом случае? Я могу внести корректировку в текущий документ. То есть смотрите, когда мы открываем документ, у нас левый нижний угол. Есть ссылочка такая «Исправить». Исправить. Вот это такой дивный, безгрешный вариант из каких соображений. Вот я сейчас считала сентябрь, и программа считает, что у меня на дворе сентябрь 2016 года, меня это вполне устраивает, когда мы нажимаем кнопку «Исправить». Что происходит? Один НСК в отдельном окне открывает мне копию документа. Но, обратите внимание, месяц уже стоит сентябрь. Дата вводится по факту. То есть вот планировал он по 10 сентября, а, к примеру, по 14 он у меня там подзадержится. Дата ставится фактическая, то есть когда это выяснилось, скажем, это было 10 сентября 2016 года. Дата начала, дата окончания подхватывается из оригинала. Но я что делаю? Я вношу коррективы. Я сказала, что будет по 14 сентября. Что, собственно, делает программа в этом случае? Она делает перерасчет. Вот он, видите? То есть если я сейчас покажу. Вот, смотрите. Красная сторона. То есть программа отменила ранее введенную запись и ввела ее заново с учетом изменений. Ввела, ввела. Ну, вот здесь не все так просто, поэтому туда мои корыстные цели. Значит, вот вариант первый. Обратите внимание. Вот она за август отменила. Ничего, что я сказала, что мне надо оплачивать август. Сентябрь. Я же к чему и веду как раз. Как-то вот решила начать со страшного случая. Ну, вроде бы все здорово. Показываю результат. В частности, в частности. Хотя вот сроки я, видите, исправила. Если я сейчас сделаю печатную, форму, приказ уже на 23 дня. То есть она это учла. Далее, далее. Посмотрите. Ну, вот подробный расчет начислений. Так. Видите, только одну часть она видит в этом случае. В этом случае. Вот. Кроме того, кроме того, значит, я закрываю. Вот что получается. Когда используется ссылка «Исправить», у нас, получается, есть исправленный документ. Вот он у меня попал в сентябрь. Видите? И есть оригинал. Оригинал в случае исправления блокируется. Значит, с чем мы теперь имеем дело? Мне надо переначислить зарплату за сентябрь месяц. Вот программа уже поняла, что с Ивановым все плохо. Вот она, видите, командировка. Обратите внимание, у меня по Иванову, заметили, сумма поменялась. И если я вот сейчас покажу расчетный листочек, то она в сентябре же, в сентябре, вот покажет вот эти изменения. Вот они есть. То есть была сумма 44, теперь стало 63. То есть что не очень комфортно. Сейчас покажу просто другой вариант. Не очень комфортно то, что у нас с вами получается, вот если документ переходящий, я сказала, что выплату делать надо ежемесячно, то вторая половина, она у нас неявно выражена, что не очень удачно. Не очень удачно. При этом, вот если я то же самое проделаю с госпожей Серегиной, а хотя зачем, ну давайте просто нагляднее будет. То есть вот Серегина по каким-то причинам у меня тоже задерживается в командировке, пусть даже на те же 4 дня. Но главное, ей-то выплата пошла вот целиком. Соответственно, если я исправлю, вот плюс кнопки исправить, конечно же, в том, что все изменения идут в текущий период. И вот видите, у меня программа сразу же, первая ее реакция, это сделать перерасчет. Дата ставится по факту, ну пускай будет там 4 сентября. Сейчас вносятся изменения 4 сентября, да. Я могу сказать, что мне надо оплатить период командировки целиком. Так, сейчас с годом я, а то я смотрю, что-то период больно хорош, точнее сумма за период хороша. Здесь будет понагляднее. Вот, смотрите. Значит, чем хороша вот эта ссылка исправить? Мы, помимо нормального варианта приказа и так далее, получаем абсолютно корректный расчет. Но вот при таком случае, когда вот в документе стоит оплатить целиком, это понагляднее. Я просто начала с другого варианта, да. У меня стояла оплачивать командировку в конце каждого месяца. Вот закладочка пересчет прошлого периода. Что делает программа, когда мы используем ссылку исправить? Она понимает, что надо все отменить и сделать заново с учетом изменений. Что она мне, собственно, и сделала? Ну, бухгалтерам всем знакомо понятие красная сторона. Вот оно имеет место быть. А дальше на закладочке начислено подробно. Она сделала начисление заново, но уже с учетом изменений. Вот здесь очень хорошо видно, что август, а помним, у нас в программе есть документ, переходящий, то всегда две строки. Август она показывает отдельной строкой, то есть вот по 31. Ну и поскольку переходящей отдельной строкой у меня пошли начисления за сентябрь месяц. То есть вот такая ситуация. Естественно, естественно, я могу все это распечатать. Подчеркиваю, что и в том, и в другом случае в печатных формах уже сроки стоят реальные. Но вот тут вот я бы хотела еще один момент уточнить. Это касается и первого варианта, который я вам показывала, исправление командировки по Ивановой, по Серегиной. Ведь программа, когда мы с вами делаем документик, вот она, видите, номер такой-то, дата такая-то, да? Вот, но здесь нигде не фигурирует продление. То есть если возникнет необходимость, то здесь, конечно, мы можем с вами просто ручками, благо любая печатная форма в 1С открывается в режиме редактирования, просто отметить. И еще хорошо, вот опять же, вот в этом случае не забывайте о том, что у нас во всех документах есть дивное поле. Я имею в виду поле комментариев, которые, но используемо, согласитесь, далеко не всегда. Так вот, вот в данном случае мне бы хотелось обратить ваше внимание, сейчас я с годом-то перестаралась и не все поправила, обратить ваше внимание на какую вещь. Вот поле комментариев здесь как раз, вот в данном случае я напишу, что у меня продление командировки, не буду там расписывать, что это производственная необходимость или прочее. Но вот если я пишу комментарий, я его пишу исключительно для себя любимой. То есть в частности, обратите внимание, в печатной форме это не отражается. Да, не коим образом, а будет это мне видно в журнале. Сейчас покажу. Вот, вот видите, вот он мой комментарий, что было продление командировки. Ну, собственно, чтобы вот подытожить, из того, что у нас с вами сейчас есть, из того, что у нас с вами сейчас есть возможности программ. Документ командировка отличается возможностью выбора, как будет оплачиваться командировка. Причем вот они сделали, ну, в принципе, корректную формулировку оплаты длительной. На самом деле, вот смотрите, ну, я не знаю там кого-нибудь, я не буду сохранять, но просто чтобы показать. Вот у меня, видите, 30 сентября, значит, если я скажу, что у меня с 30 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 года, то функция неактивна. Как только я вот здесь дату исправлю, говорю, 1 октября 2016 года, функция активна. То есть назвали очень красиво длительная командировка. На самом деле, подчеркиваю, это просто переходящий документ. Как видите, вот у меня всего два дня, но пока дата начала и дата окончания относятся к одному месяцу, к одному и тому же, программа считает, что командировка недлительная, хотя она у меня может быть с 1 и, простите, по 30. Вот, а как только у меня дата начала и дата окончания относятся к разным месяцам, программа считает, что у меня уже командировка длительная. То есть это формулировка, формулировка очень неизящная, но вот чтобы вас все-таки она не смущала. Ну и если, если все-таки, все-таки мы с вами человека отправляем в командировку, то тогда, тогда в случае возникновения необходимости ее продления, продления, у нас с вами есть варианты, какие? Это вот то, что я показывала, в частности, либо мы делаем новый документ, либо открываем документ и щелкаем по ссылочке «Исправить», и у нас с вами будет тогда возможность вносить изменения. Ну, вот здесь вот, собственно, последнее, да, смотрите, вот если у меня действительно сентябрь на дворе, здесь не принципиально, сейчас какой год, повторяю, это абсолютно не принципиально, здесь важно другое. Вот я вам сначала показывала августовский документ, там была ссылка «Исправить» по Иванову, по Серегиной, а вот и в том, и в другом случае, да, я еще как минимум успела начислить зарплату, правда же? А вот сейчас, если я с этим беденьким Лихачевым, у него сегодня просто жизнь у меня вот не удалась. Сейчас, секунду, покажу. Вот у меня Лихачев, смотрите, за сентябрь я зарплату начислила, но у меня нет ссылки «Исправить». Дело вот в том, в чем. Она в документах становится активной только в каком случае. Если по документу была сделана выплата, ну вот я сейчас просто, чтобы далеко не бегать, покажу. Так, сейчас, секундочку. Но если я скажу, пусть будет межрасчетной, и выплачу тем же, пусть будет даже 5 октября. Вот. Так, сейчас. А то же я на радостях-то. Ну, не на рост на. Вот у меня выплата. Так. И вот теперь я опять открываю командировку. Видите, вот появилось «Исправить», «Старнировать». То здесь такой вот специфичный момент с точки зрения разработчика. Ситуация выглядит каким образом? Вот если документ чисто кадровый, чисто кадровый, то тогда вот эта ссылка «Исправить», она по умолчанию будет доступна всегда. А вот если документ расчетный, то тогда, как видите, ссылочка «Исправить» становится активна только после выплаты. То есть просто имейте, пожалуйста, вот это в виду. Ну, и чем хорошо, конечно, ссылка «Исправить» это тем, что если вот действительно уже выплаты сделаны, да, это подразумевается, что мы перечислили налоги и прочее, прочее, прочее. Все изменения входят, входят у нас с вами куда? Уже в текущий период. То есть мы не дергаем прошлый. Ну, вот повторяю, есть свои плюсы, есть свои минусы. То есть если говорить о продлении командировки, то у нас с вами варианты получаются какие? Либо вообще делаем отдельно приказ, либо мы с вами, мы с вами что делаем? Делаем отдельный документ в программе командировка на оставшуюся, да, вот там на часть продления, или используем ссылку «Исправить». Ссылка «Исправить» в этом случае хороша, но активно оно у нас будет, если по документу уже сделана выплата. Вот так. Ну вот, собственно, это то, что я сегодня вам хотела рассказать про функции документа командировка. Надеюсь, что это поможет в работе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...